Окей, добро. Ну, папа. Слишком обращают внимание, и чаще всего я не как-то там гламурно одета, и вечерние выходы у меня не так часто случаются, поэтому, когда я иду там за продуктами, или отвожу детей в садик, или наоборот забираю их, и на меня так смотрят, типа, почему она так накрасилась? Какой сегодня день вообще? Или кем она работает, чем она там занимается? Ну, в общем, не знаю, я сегодня просто попробовала кое-что другое, ну, главное, что я могу это смыть, что это не татуировка. Я хотела вам сказать, что на этой неделе выйдет целых два влога, это первый из них, второй, наверное, ближе к выходным, а еще от лица нашей семьи, от меня, от Томака, который сейчас уже в офисе, он вчера вечером прилетел и утром уже поехал на работу, мы хотели бы сказать вам спасибо за такую отдачу, за все то, что вы написали под последним влогом, хотите верьте, хотите нет, Томак прочитал и до сих пор перелистывает все комментарии. На русском языке он не только разговаривает, но и замечательно читает, чуть больше времени это занимает, но он все перечитал, говорит, ничего себе, говорит, а тебе тоже так пишут, говорю, представляешь, какая у меня замечательная аудитория? Он мне привез такой подарок, что я просто в шоке. Я вам сейчас покажу. Я абсолютно не ожидала получить что-то такое. Смотрите, это мой портрет, и он огромный. Нравится или не нравится, это, конечно, дело субъективное, и также с творчеством бывает так, что кто-то понимает и восхищается, а кто-то понятия не имеет, что автор хотел донести. Популярный и известный колумбийский художник что-то рисовал портрет всю ночь, и он рисует именно в таком стиле, также и граффити, и очень многие знаменитости с ним фотографировались и заказывали у него портреты, даже там Билл Клинтон и многие поп-артисты. И очень часто он изображает кого-то с частью города, вот здесь помада, как символ того, что я занимаюсь косметикой, что я этим интересуюсь, что я этим увлекаюсь. И вот я теперь думаю, господи, мне аж тяжело держать так высоко. Не слишком ли будет эгоистично купить рамку и повесить на каком-то видном месте? Мне этого хочется, потому что, как вы знаете, у нас все в таких нейтральных цветах. Мне кажется, что вот такое яркое пятно, это как раз здорово будет смотреться. Но с другой стороны, я думаю, блин, повесить свой портрет на какой-то такой главной, самой видной стене в доме, это как-то слишком. Хотя это была идея Томака, вот, и это было так приятно, что он заказал мне мой портрет. Там не наш, еще что-то, не просто изображение города в таком стиле, а мое лицо. Так что похоже, не похоже, нравится, не нравится, блин, мне очень приятно. И распродажи, там черные пятницы не прошли бесследно, и все, уже начало приезжать. Также я купила вот такую подставку для каких-то браслетов, в основном для часов, потому что из браслетов я ношу только вот этот. Вот Даниэль Веллингтон, и часы, в принципе, тоже я другие не ношу, у меня только от этого бренда. И мне нравится то, что такая практичная расцветка серая, не будет видно, что на ней оседает пыль. Также, благодаря тому, что здесь вот именно такой мягкий бархат, ничего не будет сползать, как-то съезжать, все будет держаться и очень симпатично выглядеть. Здесь, конечно, я буду хранить это в шкафу, но приятно вот так, знаете, открыть, увидеть, что все организовано, все красиво разложено. И вы знаете, я уже даже начала покупать подарки на Новый год. И сейчас покажу вам подарочек, который я заказала для Томака. Я абсолютно не суеверная, я совершенно спокойно дарю часы своим близким и мужу, и мы до сих пор вместе, и маме, и свекрови, и моей тете. Брату не помню, дарила или нет, но, наверное, на меня обидится, что снова он остался без часов. Да, все мы любим и носим часы от Даниэль Веллингтон. И сейчас у них все продается в таких красивых праздничных упаковках, которые вы получаете абсолютно бесплатно. Также на официальном сайте danielvelington.com действует специальное приложение минус 20% при покупке какого-то набора. То есть вы можете так же, как я, взять, например, часы и браслет или колечко. Колечко я с удовольствием ношу на безымянном пальце вместо бручального кольца. Оно мне нравится больше, чем мое настоящее из белого золота. У них есть и в разных размерах, и по ширине, можете выбрать и разные по дизайну. То есть такие двухцветные, у меня самое обычное, лаконичное, скромное, все, как я люблю. И сейчас у Даниэль Веллингтон вышла новая модель часов, которая часто везде со мной. Вы уже спрашиваете, да, это модель Iconic. У меня она с самым маленьким циферблатом. Я Томаку взяла тоже в золоте. Я его спросила, какие он хочет. И, к моему удивлению, он сказал, что я хочу золотые. Я собиралась заказать ему серебристые. И, значит, смотрите, вы можете выбрать две пары часов или, так как я сказала, браслетик. Все, что вас интересует. Также всегда вы можете еще воспользоваться моим промокодом. Я напишу его и на экране, и в инфобоксе, которые всегда суммируются со всеми скидками. Он действительно и на официальном сайте danielvalenton.com. И он дает вам 15 дополнительных процентов скидки при любой покупке. Вы можете также прийти в обычный стационарный магазин, воспользоваться промокодом и очень хорошо сэкономить. Потому что сейчас, заказывая две единицы, вы получаете минус 20% и минус моих 15%. И помните, что настоящую оригинальную продукцию вы можете приобрести исключительно на официальном сайте danielvalenton или же на интернет-платформах tmall или wildberries или в живых магазинах, которые находятся в Москве, в Питере и в Екатеринбурге. И для Томика будет вот такой подарочек. То есть это тоже модель часов айконик, но с белым циферблатом и в таком же золоте, как у меня. Так что будем теперь ходить парой. Я уверена, что ему понравится. Сегодня приедет после работы, и я его порадую. Всю информацию я оставлю вам в инфобоксе. Ну а мы продолжаем наш влог. Мы уже купили мальчикам и лыжные костюмы в Лидле. Они прям на очень сильная холода и в горы. А на каждый день я Игнашику искала куртку. У Захара есть еще с прошлого года в очень хорошем состоянии тоже пуховик из Зары. И вот Игнашке я нашла такой. Очень даже неплохо выглядит в реальной жизни, я должна сказать. И внутри, видите, он такой оранжевый. И еще есть дополнительный утеплитель. И пуховичок не тяжелый. И также я увидела такие красивые наборы. Можно купить отдельно шапочка и, как это по-польски, это камин. Ну, типа как шарф, да. И шапка. Жалко, что они, конечно, не шерстяные, но порадовало то, что внутри есть такая, как бы, хлопковая подкладка. А вот здесь довольно плотная вязка, двойная. И хорошо так сидит у горлышка. А Захарочку взяла в таком цвете. И очень интересная ситуация. Я знаю, что в Украине, например, продаются классные польские шапки для детей. И здесь я их не видела. Без понятия, где их искать. Каждый год одна и та же история. Но нам вот чего-то такого достаточно. У нас, я же говорю, не очень часто прям минус 10 или минус 15. Классные чапули у вас. Народились мы, как Кевин, один дома. Правда? Очень классная шапочка. Захар быстро все поснимал. И носки мама купила. А кто у нас на носочках? Королев. Королев, да. Причем они с начесом такие. Ха-ха-ха. Эйчендэм. Раз. Подожди, булка сейчас. Чтоб тебя не видно. Я дам. Два. Три. Мога? Когда нам очень будем тереть на терке. Вот и мы. Все? Мы там. Надо теперь весь сыр, который мама перемалывает. Это пармезан. Это что? Сыр. Мы приехали из футбола. И мы хотим по-быстрому сделать ужин. Для этого нам понадобится 100 грамм любого твердого сыра, 2 яйца, около 100 грамм обычного творога, столько же любой муки, зелени и ветчина. Можно и без ветчины, но мы решили вот так. Вкусно? Да. Что может быть вкуснее? Вареные колбасы. Колбасы с туалетной бумагой. Видите, как мама? Мастер-шеф. Сок. Азар засыпает весь сыр. Ну, туда. Хопа. Приблизительно 100 грамм. Короче. Как видите, у нас вафельное помешательство. Мы теперь едим все в форме вафель. Ирина, ты иди сюда. Высыпай, пожалуйста. Муку? Не, не муку. В этот раз ветчину высыпай туда. Все то, что осталось. Все? Да. У нас должна получиться, девочки, консистенция такой, как бы, жидкой сметаны. Девочки, молодые люди. Мама, тут они как-то вело. Да, мама сумасшедшая. Мама, ты удаляешь? Нет. Но там же нас смотрят и тети, и дяди. Тети. Разные. Везде. Во всем мире. Представляешь, Игнат? Ну, вот такое. И начинаем жарить. Ждем-ждем зеленую кнопочку. Это довольно стандартный рецепт, но они такие вкуснячие. Я вам передать не могу. Мы уже несколько раз сделали. Я также советую вам добавлять разную зелень. Все, что у вас есть. Укроп, петрушка, зеленый лук. Снаружи они хрустящие, а внутри такие влажные, сочные. Вы должны это попробовать, если у вас есть вафельница. Томак вернулся несколько дней тому назад, а мне пришла в голову гениальная идея, чтобы снова куда-то поехать. Но он очень легкий на подъем, чего не скажешь обо мне. Но я как-то так даже быстренько собралась. Пять часов вечера, пятница, и мы готовы выезжать в Прагу. Мы там были вдвоем несколько раз еще до появления Захарчика. Вот теперь таким полным составом едем посмотреть новогоднюю ярмарку. И вообще мы сняли номер в гостинице, где есть, по-моему, даже не бассейн, а аквапарк. Я ничего не успела рассмотреть, потому что все настолько быстро произошло. Но Томак всегда выбирает очень хорошие комплексы. Ну что, хватит болтать. Поехали! Обалдеть! Мы приехали быстрее, чем мы рассчитывали. За 4 часа 20 минут с двумя остановками. Мы предполагали, что дорога займет около пяти часов. Ну, Тома, конечно, хороший водитель. Я бы ехала все 7 часов, наверное. Вот сейчас остановились на заправке. Кто тут у меня? Это будет змей. Кто? Змей. Змей Горыныч? Да. Змей Горынычка. Приехали! У каждого свой чемодан. Да? И игрушки мама спаковала в рюкзаки. Классно для детей, да? Да. А что надо сказать? Спасибо, да. Очень даже позитивненько. У нас одна комната. Одна большая кровать для мамы с папой. И, наверное, мечта многих детей – это двухэтажная кровать. Чайничек, чашки, стаканы. Все как положено. Огромный стол, за которым можно работать или краситься там, что вам нужно. Телевизор, еще один стул и такой кофейный столик. Это настолько мило, что я решила с вами поделиться, как говорит Вика Моисеева. Ковка. Это косметика для гномиков. Здесь реально такие маленькие миниатюры, но их хватает на несколько дней. Что у меня здесь с собой? Все только проверенное, но дезодоранты – это понятно. А в прошлом году я покупала такой большой набор бальзамов для губ на iHerb. Они очень удачные. Я даже своим мальчикам кладу карманы курток. И когда они там в детском саду тоже пользуются, они очень хорошо защищают губы и восстанавливают. По-моему, здесь натуральный состав. Здесь у меня тоник с розой от Pixi. Это гель для умывания от Aizenberg. Я отдельно покупаю такие вот баночки всякие, иногда с распылителем, иногда с дозатором, а иногда вот такие обычные. И наполняю их теми же самыми средствами, которые, ну знаете, такие проверенные. Я не люблю эксперименты. На всякий случай я всегда беру с собой Effaclar Duo. Это у меня были какие-то наборы, которые иногда можно получить бесплатно. Там в разных аптеках, и у них на сайте тоже можно получить целый наборчик миниатюр. Или на пробу взять, или же вот так, как я, в дорогу. И там же в одном из наборов была еще мицеллярная вода. Вообще класс. А это очень хорошее масло с супер натуральным составом. Emma Hardy. Оно мне попалось в какой-то коробочке Look Fantastic. И вот такой вот малютки хватает реально, я не знаю, на несколько недель использования. А что еще интересного? Это Talerian. То, что такая миниатюрка La Roche-Posay. Здесь у меня просто удачная баночка после гидрофильного бальзама. Я сюда сейчас переложила другой, не клиник, тоже Emma Hardy. С хорошим составом. И вот еще и крем Benton. Но это 10 мл. Обычно его 30. Как видите, я тоже регулярно им пользуюсь. Духи. Это Dolce & Gabbana Duan. Очень приятная. На холодное время года прям такой, знаете, дорогой. Можно даже сказать универсальный аромат, потому что он не слишком сладкий. В нем немного ванилий и не слишком много белых цветов. Вот присмотритесь. Если вы ищете что-то, никак не можете найти что-то такое, вы знаете, все в миру. И, конечно же, расческа для волос. Я забыла сегодня кондиционер. И на голове у меня капец. Это мой наряд на сегодня. Чтобы не замерзнуть, теплая шапка из Zara. Недавно вам показывала ее. Шубка тоже из актуальной коллекции Zara. Базовая черная сумка. Водолазке несколько лет. Она из Massimo Dutti. С шерстью и с примесью Кашемира. Что еще? Брюки самые обычные. Базовые тоже из Zara. И сапоги на плоском ходу Zara. Ну и все. Я готова идти гулять. А это традиционная чешская складость. Она у нас в Кракове тоже продается. Называется Кирдальник. Я могу неправильно ставить ударение. И вот если в Кракове они продаются такими маленькими партиями. Вот смотрите. Здесь на огромные трубы намазывают сахар. Где-то там также есть корица и дальше тесто. И все это жарится и продается теплым на каждой ярмарке. И вообще, я думаю, что если вы приедете сюда, то вы обязательно найдете это на каждом углу. Наш Захарка очень любит Турдальники. Да? Причем мы всегда покупаем самые классические. А мы греемся глинтвейном. Томик принимает вовнутрь, а я вот руки отепляю. Еще Чехия славится кристаллами Сваровский. И здесь продается оригинальное. Но только нужно всегда обращать внимание, что за производитель. Это специальная огранка, которая на свету очень красиво переливается. И, конечно же, каждая любительница украшений найдет здесь что-то для себя. Рождественские ярмарки расположены по всему городу. И здесь вы можете не только отведать что-то из национальной кухни, но также купить сувениры и какие-то традиционные изделия. Перед нами астрономические часы и самый центр старого города. Вы знаете, если вы никогда не были в Европе и выбираете первый уютный, древний, ухоженный, красивый, безопасный город, то очень советую посетить Прагу. Но даже сейчас за окном плюс 5 градусов очень много туристов. Также в центре ярмаря построена небольшая сцена, на которую можно абсолютно бесплатно зайти и посмотреть немножко сверху на всю эту красоту, потому что когда ты ходишь среди множества туристов, местных жителей, ты только следишь за сумкой и идешь точно туда, куда тебе надо, и не успеваешь насладиться всем царящим вокруг. Прагу я люблю больше, чем в Кракове, но в Кракове у нас более шикарная елка, я должна сказать. Вот эта рулька, это тоже национальное блюдо, довольно жирное. У меня сейчас такая ностальгия. Лет 8 тому назад мы с Томаком именно на этом месте также покупали свиную рульку и вот там на этих столиках все ели. Как здорово вернуться в такие дорогие сердцем места. Мы были совершенно другими, не было детей. Такая беззаботная, знаете, обстановка абсолютная. Вы сейчас уже вчетвером, и ты постоянно трясешься за детьми. И, как видите, вот Томак уже снова собирается себя порадовать. Колбаски так же, как у нас в Кракове, а вот такого у нас нет. Сейчас мне объяснили, что это бекон, капуста и, знаете, как нёки, картофельные. Но здесь они называются галушки. Ресторан, который нам посоветовал Томак от Друг. Он местный чек. Мы уже здесь были очень-очень давно. Пойдем пообедаем. У нас с Томаком чисто романтический набор. На здоровье. О, я очень хотела это съесть. Это говядина. У меня микс кнедлей на основе картошки. Это типа как хлебушек, но я так понимаю, что он делается на пару. Так, у мальчиков, понятное дело, курица, чтобы они просто поели. Томака утка тоже с кнедлами. И это капуста. У него красная, господи, я такая голодная. И здесь также довольно популярен вот такой сыр в панировочных сухарях. Калорийная бомба. Ну а что делать? Отходишь немножко от центра. Здесь уже не так много людей. Хоть можешь реально выдохнуть и отдохнуть, потому что там такое движение, которое также утомляет. Вся правда. Это то, как мы путешествуем. Дети постоянно жалуются, о чем за недовольность. Но мы стараемся хоть как-то воспользоваться этой поездкой. Короче, все как всегда. Игнат, почему ты сделал такую джиуру? Покладай все красивые пузыки. Это не фотка! Я должна извиниться, наверное, перед вами, потому что как таковой экскурсии по Праге не получится. Слава Богу, мы уже все спасили ранее. Я сейчас поверну камеру, вы все поймете. Только посмотрите, какое количество людей. Здесь, на месте Карлова моста, раньше был другой мост, но его разрушило наводнение. И через Прагу проходили торговые пути, и было решено на этом месте построить такой мощный мост. И он, конечно, окутан многими легендами и также связан с астрологией, потому что строительство моста вплоть до начала времени строительства было высчитано астрологами. Игнат меня прерывает через каждое слово. Ну вот, хотела сделать вам такой интересный репортаж, но не получается. На Карловом мосту находятся 30 разных фигур в стиле барокко. И существует легенда, что если загадать желание прикоснуться к одной из статуи, то она обязательно исполнится. Господи, как красиво! Просто фантастика! А внизу плавает лебедь. Весь город потихоньку погружается в такие теплые огоньки. И все это выглядит так, знаете, как в сказке. Только посмотрите. Такой Прагу я еще не видела. Но теперь я ее люблю еще больше. Покажу вам кое-что интересное. За небольшую дополнительную оплату здесь есть небольшой круглосуточный лаунж. Можно взять книгу почитать. Для детей есть раскраски, карандаши. Также большой хороший монитор, небольшие закуски, кофе, чай, по желанию соки и яблоки. Я наконец-то выпью свой кофе, чтобы взбодриться. И мы идем в аквапарк. В отеле очень многое предусмотрено. Есть и халаты в номерах, и много полотенец. Некоторые люди прям в халатах ходят через весь отель в бассейн или вечером сидят в баре. Также у нас в номере был надувной мяч. Такой-такой, да. И за 3 евро можно купить тапочки. Не тапочки, а шлопанцы, если вы их забыли. Аквапарк, конечно, обалденный. С суперкрутыми горками, с кораблем, с бассейном, в котором включаются волны. Причем такие, знаете, серьезные. Нужно так подскакивать, чтобы тебя вода не сбивала. И видела, что также была анимация. То есть какие-то танцы в воде. Потом были занятия со специальными приборами. Есть отдельный бассейн, очень глубокий. Можно выкупить себе занятия дайвингом. То есть тебя там обучают, там есть инструкторы. Мы вот сидели, вчера наблюдали, потому что есть такие окошко. И можно смотреть, как люди спускаются вниз и поднимаются. Очень прикольно. На территории самого аквапарка есть несколько ресторанов. И мороженое, все, что захочешь. И детская сауна, и взрослая сауна, и какое-то тоже спа, в которое мы не успели сходить. Также девчонки писали, что для детей есть супер классный зоопарк. Но в этот раз мы не успели его посетить. И обязательно сюда вернемся, потому что нам очень-очень понравилось. Несмотря на то, что по сути за окном зима. Все-таки мы добрались до Пражской крепости. Здесь очень красивый вид на город, но довольно большая очередь. Чтобы попасть внутрь, проверяют сумки. Не знаю, будем стоять или нет. А с этой стороны есть рождественская ярмарка. Можно перекусить или согреться теплыми напитками. Субтитры сделал DimaTorzok Ну все. Пока, Прага!